так что я начинаю тогда давай друзья всем привет с вами до инвест Андрей Жариков и Вячеслав Курбатов сегодня у нас интересное видео у нас будет интервью с Вячеславом Курбатом он нам расскажет про trading case вы знаете что сейчас достаточно опасное время для того чтобы заходить различные высокодоходные инструменты поэтому многие блогеры сейчас переключились именно на консервативные инструменты те инструменты которых можно спать спокойно и не переживать о том что там завтра или послезавтра произойдет скаму вытащите свои деньги или не вытащите переживания у меня нет в trading case и сегодня у нас в гостях Вячеслав Курбатов он как раз расскажет нам о данном направлении о trading case как он вообще появился насколько здесь надежно и самое главное наверное мы узнаем о том что хайп проект это или не хайп проект в общем досмотрите этот ролик до конца и потом у вас будет полное понимание потому что Вячеслав Курбатов меня пригласил еще в это направление где-то весной 2021 года и честно сказать я ни разу не пожалел Вячеслав приветствую тебя да благодарю за представление Денис всем всех тоже всем привет ну что коллеги давайте тогда так скажем чтобы не это не расплываться по древу и чтобы лишним много не говорить я буду конкретно да отвечать на вот те темы заявленные которые Денис как раз озвучил как как и мы как компания мы не любим говорить да мы лучше бы любим больше делать значит так компания запустила официальный сайт официальной продажи в августе 2020 года то есть нам уже год и там два-три месяца где-то так на данный момент изначально компания занималась только исключительно крипто трейдингом да то есть это внутри дня средняя долгосрочная торговля и изначально уже Иван Кононов генеральный директор он же SEO компании заявлял и я в этом во вся в том что история с крипто трейдинг это априори очень история высоко как и доходная одновременно и высоко рисковая и находиться только там это крайне опасно и уже тогда у нас были мысли что наш путь лежит в те направления или в те сервисы где мы можем скажем так генерить прибыль и профит скажем так либо вообще без риска либо с минимальными рисками поэтому была изначально когда мы создавали дорожную карту идея в том чтобы создать экосистему в которой любой клиент может не переживать что все средства задействованы ну по крайней мере большая часть задействована в трейдинге да который естественно высоко волатилен рискован и опасен да потому что действительно много можно долго сидеть просто в позиции и ожидать закрытия сделок поэтому приняли решение о том что у нас будет экосистема сейчас да она представляет с собой на данный момент это две платформы но уже буквально в этом максимум следующем то есть в октябре ноябре месяце поскольку уже тестовая версия есть биржи у нас будет три платформы стартовало все с классической платформы трейдинг есть то есть это трейдинговая платформа и там же на этой платформе реализован marketplace это магазин цифровых продуктов товаров там сейчас мы его особо не развиваем его тестово запустили там сейчас доступен можно приобрести видео курсы по крипто трейдингу да это наш опыт наш как бы экспириенс да то что мы как бы тот бэкграунд который у нас есть мы там в этом там по-моему семь или восемь я уже не помню много модулей да разбиты но удобно как бы и там любой пользователь может купить их частями грубо говоря не покупая полностью да весь пакет но тем не менее это есть да то есть это вот такой инфопродукт который мы продаем еще раз вот конкретизирую пожалуйста значит начали с крипто рынка потом переключились на какой рынок еще раз но я сейчас к этому как раз я еще не ушел понятно вот так вот сейчас а то да ухожу давайте тогда сейчас у нас трейдинг кейс основная платформа до централизованная вот уже с августа месяца мы перешли и работать в том числе и часть средств наши перетекла с централизованных бирж даться где рискованно где ты понимаешь что аккаунты могут заморозить там верифицировать запросить происхождение средств что угодно с ними могут сделать поскольку централки вот централизованных бирж мы перешли в декс бирже соответственно где мы подключаемся через те же metamask кошельки да и управление всеми средствами на наших кошельках происходит да мы никому в доверительное управление отдаем эти фактически средства то есть как бы управляем средствами своими а вот и соответственно таким образом произошел переход от централизованной платформы trading кейс к дополнительно дефай направлению у нас сейчас уже работает кейс дефай фонд это наш децентрализованный фонд который работает на смарт-контракте работает он на бинанс смарт-чейн соответственно код прописан таким образом ну как это всегда бывает да обычно таких случаях что не админ никто другой да к нему доступ не имеет вот какие условия в нем заложены смарт-контракте так он работает работает он следующим образом там средства люди покупают да и монетку меняет ее на токен этого фонда это как токен расписка что для смарт-контракта означает что если у тебя есть токен соответственно ты имеешь право получить через 10 месяцев прибыль и вот отличие до этого фонда trading кейс классической платформы где каждую неделю мы формируем выручку да и прибыль соответственно сам вот этот фонд он такой долгосрочный то есть почему на 10 месяцев фактически да в смарт-контракте замораживают средства и они отправляются фактически ну скажем так с них формируется капитализация для дэкс бирж да то есть мы отдаем эти средства в управление ну как не в управление мы их отправляем для того чтобы как сказать вот у нас есть один или два актива мы отдали дэксу какому-то он нам виде на того же стекинга или фарминга возвращает третий актив да то есть мы таким образом добываем другие активы да то есть пользуя наши ресурсы мы им даем повышаем капитализацию этого дэкса да вот называемая вот это вот tvl да у него есть то есть вот это вот заложенные замороженные средства в любом дэкс да есть это как раз то что ты как бы отправляешь туда мы не отправляешь фактически да он замораживается а тебе обратно дают в виде стекинга и фарминга те или иные активы вот это вот фактически доход тот который в течение 10 месяцев будет формироваться и через 10 месяцев смарт-контрактор замораживает вот те самые токены как бы он человек продает обратно токи на смарт-контракту смарт-контракт возвращает то же самое количество в долларах и сверху профит да профит мы заложили 120 процентов с плюсом за 10 месяцев то есть это реально то что за 10 месяцев мы просчитывали это с учетом роста рынка с учетом того что может быть и опять же это не гарантированные сто двадцать процентов это у нас а пер так называемые то есть это годовая прогнозное значение по прибыли да поэтому это вот именно так да может быть и меньше и больше как и в трейдинг кейс по сути у нас нет это тоже нас как сказать отличает даже вот я не буду называть проекты но вы знаете да что есть и фонды и качественные компании где не знают где есть минималка в виде 0 5 процентов в неделю на на есть да то есть заявляется есть да мы не будем называть название но они есть у нас нет такого то есть у нас юридический тренд кейс оформлен как интернет магазин интернет магазин в котором то есть не обычный где там кроссовки это самое и шубы покупают магазин цифровых продуктов и товаров где как раз покупая любой продукт и товар клиент обратно получает бонусы то есть бонусная программа виде кэшбэк как в любом тренд магазине есть кэшбэк ники у нас то же самое все бонусы оформлены юридический как кэшбэк что это означает означает как только клиент захочет любой момент продать свой цифровой актив до виде вот этого кейса допустим да он тут же компания не выкупает и соответственно ему возвращает это то есть это как бы с правом обратного выкупа фактически вот этот цифровой продукт и здесь тоже очень важно что у нас нет как раз понятия минимальной гарантированной прибыли или вообще какой-то прибыли да вот которые как вот как минималка некая заявляется да у нас есть прогнозные значения исходя из наших исторически уже периодов которые у нас да есть примерное значение понимания по профиту и соответственно он естественно плавающий он меняется и он рассчитывается большей частью так что из ста процентов которые компания получила в виде профита неважно с любых источников у нас по сути сейчас три источника это централизованные биржи трейдинг на них и закупка активов даже так это можно разделить то есть это трейдинг на обычных биржи централизованных это закупка неважно на любых на централках на дэксах закупка активов просто фолд часть средств просто фолде активы закупки нам не лежат до для того чтобы сверху потом зафиксировать хороший к доллару профит и часть средств как раз заморожена виде капитализации дэкс биржи да то есть это в дфай направлении по сути три направления до компании где генерится профит это как раз те самые вот капитализации которые ты отдаешь до средства одни активы биржи то есть тот же самый дэкс да тебе начисляет течение года там по минимум до теле иные активы которые тоже приумножаются которые фактически является также профитом вот исходя из этого всего в месяц в неделю допустим в отчетный период генерится правильный профит 80 процентов из этого всего профита отдается на пассивные активные бонусы да тут на клиентский сектор называемый и 20 процентов остается в компании но при этом из этих двадцати еще 10 распределяется на дивиденды всем участникам владельцам далее до совладельцам компании и 10 только остается это как мотивация компании самой да это ее резервный фонд как раз то что создает подушку безопасности порядка пяти процентов 5 процентов это уходит собственно на выплаты всем сотрудникам да то есть это мотивация самих владельцев мотивации допустим нас как членов правления нас пять человек это как раз у нас мы владеем долями то есть у нас у каждого порядка миллиона долей находится и соответственно пока это не самые выдающиеся деньги но мы работаем на перспективы на будущее и для нас это важно да что мы как бы не привязаны какую-то окладной части так далее то есть у нас есть доля мы также совладельцы своей же компании фактически нас там 10 процентов на пяти рельс то есть у каждого по два процента доля компании до находится 10 процентов и вот эти вот 10 процентов от выручки в общем правильный от дохода мы как раз всем владельцам направляем 10 процентов от нашего дохода и у нас нет такой ситуации что как в любом там каком-то хайп проекте что там у нас к отказ и как-то приток у нас вот это вообще такого понятия нет то есть у нас мы платим все бонусы только если они минимум неделю в компании отработали это вот железно то есть мы ничего не выплачиваем вот сразу сразу ничего не выплачивается а а даже те бонусы которые было как бонусный кейс и начисляются они за резервного фонда у нас сумма примерно есть COB которые закладываются как раз вот этибу на и они тоже сразу не выплачиваются накаму делаются в виде начисления просто пассивной расходной части вот именно так а так по сути да у нас именно такой принцип что если то есть мы платим бонусы только в том случае если профит есть если за какую-то неделю профита нету вот это в теории да по у нас так заложен нашей политикой, мы не имеем права начислять, в принципе, никакие бонусы. Вот не заработала компания, в минус ушла. Понятно, чтобы такого не допускать, у нас были отдельные уже недели, вот в течение этого года, коррекционные, где, ну, нам было сложно достаточно. Мы из резервного фонда в эти недели частично начисляли, да, и там, пускай чуть меньше 0,1, ну, не 0,1, меньше 1% мы начисляли, но, тем не менее, для того, чтобы клиентов поддержать, да, чтобы они не чувствовали, что они купили некий продукт в компании, да, им, по сути, да, этой недели никак не выразилось в виде профита. Вот для этих случаев, как раз есть резервный фонд, чтобы поддерживать нас в какое-то время на плаву для того, чтобы вот эти отдельные недели есть. Вот это очень важно. Слав, так еще раз возвращаемся к вопросу. Ты много всего рассказал, у меня вопрос-то был простой. Начали с рынка крипты, а потом переключились куда? Вот из всего, что ты рассказал, я пока не услышал. Нет, Андрей, Слав уже сказал, централизованные биржи, трейдинг, централизованные биржи, трейдинг. Вот смотри, я понял вопрос, Андрей, прям кратко отвечаю на твой конкретный вопрос. Да. Был только криптотрейдинг, да, то есть торговали только на централизованных биржах, криптотрейдинг. Сейчас эта история у нас разделилась на три части. Так. У нас треть закладывается как раз в этих, еще находится пока еще, на Binance, на Huobi, на Okix, на там трех-четырех аккаунтах у нас находятся средства, на централизованных биржах, где еще так же мы торгуем внутри дня, средний долгосрок, то есть это так и осталось. Вторая часть, да, вторая треть, да, это у нас теперь токены, токены и активы, которые просто в холде закуплены, да, и находятся на наших кошельках, мы их контролируем, да. Ну, ты имеешь в виду, что это не трейдинг, а именно закупка определенных токенов, да? Это не трейдинг, но это как раз у нас их достаточно много, там порядка 30, даже может около 40 активов, и которые в определенную, допустим, неделю или месяц они выстреливают, мы их фиксируем и это выплачиваем в виде, добавляем в виде профит-бонуса, то есть вот таким образом. Хорошо, это вторая часть. И третья часть, это как раз вот те самые Dex биржи, только как раз о чем сейчас Денис говорил, то есть это уход в DeFi, и благодаря этому как раз фонд мы запустили, и там, смотри, там вот те одну треть, которые у нас есть, да, в виде, ну, условно, там у нас в стейблкоинах они были, мы их переводим в активы, да, в тоже централизованные, децентрализованные, и отправляем их, соответственно, ну, как, даем как капитализацию для Dex бирж. Они обратно нам дают, ну, тот же самый, наверняка знаком, со стейкингом, с фармингом на Dex биржах, вот они нам обратно это дают в виде нашей... Вот, поясни мне, как дилетанту, а что такое Dex биржи, чем они отличаются от обычных бирж? Все очень просто, контроль. На централизованных биржах контроль на стороне админа, владельца биржи. И он в любой момент может заморозить аккаунт, не дать тебе деньги под любым блоком. В Dex нет админа, там все управляются смарт-контрактом. Визуально это просто визуализация. По сути, ты подключился своим личным кошельком, тем же Metamask кошельком, подключился, ты добавил ликвидности, отправил ликвидность, она тебе обратно в виде вознаграждения возвращает те или иные активы. То есть, как это бывает? Ты отправил два актива в виде ликвидности этой биржи, обратно получил третий актив в виде вознаграждения. То есть, насколько я понимаю, на Dex бирже исключена ситуация, где тебя могут заморозить, все заблокировать. Админский человеческий фактор там исключен. Почему? Потому что там смарт-контракт управляет, и она, по сути, полностью автономная, независимая. И ты в любой момент имеешь контроль, ты взял, отозвал, одной нажатием кнопки, эти средства, хлоп, вернулись тебе обратно на твой кошелек, да, в тех эквивалентах, которые были предоставлены бирже. Да, ты перестал получать вознаграждения, но средства свои ты всегда, как бы, да, можешь вернуть в любой момент. Вот это ключевой момент, почему мы ушли. И почему я знаю, что многие сейчас сервисы, которые тоже каким-то образом реально генерят прибыль, уходят как раз централизованных. И для нас тот же DEX – это все-таки менее рискованные, да, вот эта вот выдача ликвидности этим биржам, менее рискованная история, чем торговля там на просто криптовалюте, да, потому что в этом, ну, действительно, даже можно их просто холдить, да, а можно действительно их еще приумножать. И, по сути, с этого уже оплачивать вот тот профит и все те обязательства, которые у нас есть, соответственно, перед нашими клиентами. Вот. Это вот, наверное, ответ на твой вопрос. Спасибо. Понятно. Слава, давай перейдем к доходности сейчас. Покажи нам, какая доходность была, чтобы у подписчиков была возможность увидеть, какая доходность идет. Так, видно, да? Да. Ну, вот такой слайд, который мы всегда демонстрируем на всех наших отчетных встречах и на презентациях. С августа месяц у нас пошли продажи. Цифрака одна – это означает то, что у нас изначально были наши продукты, то есть кейсы, наши пакеты цифровые в долларах. И с августа по март месяц мы в долларе работали. Вот доходность в месяц как раз здесь указана. Начиная с апреля 2021 года у нас запустились дополнительно в биткоине и эфире цифровые кейсы. И доходность по ним прогнозная меньше. Если, допустим, по доллару у нас прогнозное значение, которое мы видим, это 80-100% в год, это по долларам, по крипте мы достаточно консервативно поставили прогнозное значение в виде 20-40% в год. Это как раз с учетом того, что рынок может быть непредсказуем, это с учетом того, что много есть коррекционных периодов и с учетом того, что в любой момент, в любой момент может наступить так называемый, пускай периодом, но тем не менее некий понятие криптозима есть. Вот определенный год или полгода она может наступить. Это когда идет полная коррекция и, соответственно, с этого сработать очень тяжело. Поэтому прогнозные значения вот такие у нас скромные. 20-40. До клиентов мы объясняем, что это не означает гарантию, это не означает, что именно на эти цифры вы должны прям уповать и молиться, что они будут. Это означает, что компания прикладывает все усилия, чтобы достичь вот этих приближенных или прогнозных значений. Это может быть и меньше, это может быть примерно в таком диапазоне, это может быть и больше. По долларам, говорю, это 80-100 в год, по крипте это 20-40. Опять же, у нас вот даже здесь видно, что они по сути разнятся. Да, в долларе у нас побольше доходность, в крипте мы все-таки страхуемся, сложнее крипта крипте торговать, меньше средств у нас, по сути, в крипте находится, чем в стеблкоинах. Поэтому, грубо говоря, у нас чуть меньше процентовка. Но, тем не менее, по факту уже исторически можно сказать, вот в крипте еще сложно сказать, сколько в год выходит, потому что мы еще с апреля работаем всего полгода. А вот в баксах у нас уже есть понимание, и мы с августа 2020 года по август 2021 год показали чуть-чуть больше 85%. Это те реальные, если вот эту процентовку мы сложим, 12 месяцев, как раз с августа по августа, мы получим те самые скомые чуть больше 85%. Это вот, что касается доходности. Поэтому есть вопросы? Скажи, пожалуйста, вот я вижу, в 2020 году, я так понимаю, эти проценты были, ну, не разделялись по валютам. Это долларовая доходность. Андрей, у нас криптокейсов до апреля вообще не было. А, понятно. То есть это именно в долларах была доходность? Да, это доходность только в долларах, а с апреля мы уже начали разделять доллар, биткоин. Как бы запустили дополнительно с апреля, поскольку у нас многие клиенты просили о том, что если вы торгуете в крипте, можете нам какую-то дать возможность как бы не только сохранить, но ее немножко приумножать. И мы пошли навстречу. Мы вообще, в принципе, не планировали это, поскольку мы сами как бы на крипте тоже зарабатываем, и к доллару нам проще зарабатывать было. Но клиенты пошли навстречу и, по сути, в этом смысле как раз стали похожи на некоторые другие, не будем называть тоже управления компанией. Вот. А так, по сути, это у нас, это скорее мы пошли на... Мы часто так делаем, это тоже нас отличает. Мы, если это запрос не разовый, какой-то вот такой массовый идет, что клиенты хотят этого. Мы смотрим, оцениваем, если мы можем. У нас есть ресурсы, чтобы это запустить. Вот, исходя из этого, было таким образом все запущено. Так, ну... Ой, стоп, что-то я не там нажал. Слава, давай перейдем, наверное, уже конкретно к... Теперь к тому вопросу, который мы еще не озвучили. Подтверждение как раз вот... Да, да, это самое интересное. Да, да, да. Подтверждение деятельности и демонстрация, да, той или иной деятельности, которая у нас проходит. Мы сразу, как некую такую ремарку расскажу, а потом как раз покажу наши видеоотчеты, где мы как раз все это демонстрируем. На YouTube-канале все это можно будет у нас официально посмотреть и убедиться в этом. Первый год работы для нас было важно формировать доверие и как раз быть, ну, не максимально, но, по крайней мере, насколько это возможно, прозрачными и показывать деятельность, показывать трейдинг, показывать наши аккаунты. То есть, ну, вот, быть как бы вот открытыми. Поскольку мы были маленькие и еще, как бы, абсолютно никому не интересны. Я думаю, что мне вам рассказывают, насколько тоже важно сохранять некую такую, ну, я бы сказал, тоже коммерческую тайну. Это первое. И второе, регулятивные вот эти все моменты, связанные, да, там, с контролем различных компаний, там, с возможностью, там, залезть, покопаться, что вы там делаете, чем вы там занимаетесь. Вот, исходя из этого, мы второй год работы свой начали с того, что мы перестали, то есть, приняли политик компании, вот мы немножко поменяли и поняли, что мы уже не можем открыто. Вот, Денис еще знает, а вот Андрей, может, не знает, я расскажу, что до этого, Андрей, мы прям в личном, не в личном, извините, на сайте прям показывали, сколько у нас средств управлений, сколько, то есть, каким торговым капиталом мы располагаем, сколько у нас клиентов, то есть, сколько кейсов. У нас прям вся статистика была вот открытая. Заходи, смотри. Ну, мы маленькие были. Это мы делали для клиентов, чтобы они понимали, что мы как бы прозрачны перед ними. На второй год работы мы от этого отказались, поскольку сейчас мы хотим сильно масштабироваться, и у нас ресурсы для этого и возможности есть, и уже экосистема, по сути, запущенная есть. Мы убрали это для того, чтобы, ну, как сказать, не светить, не всем, не кричать, что вот у нас все аккаунты, вот у нас все деньги здесь опасно. По безопасности, по регулятивным моментам, по многим моментам опасно. Поэтому те, кто нас знает, доверяет и знает, и как бы понимает, кто мы и что мы, как мы занимаемся, они все это видят. И вот в первый год как раз для подтверждения этого, если кто-то спрашивает, мы как раз это все показываем. Давайте я вам открою демонстрацию, прямо сейчас покажу, как это все выглядит у нас на YouTube-канале. Вот у нас есть YouTube-канал наш официальный, у нас есть такой раздел, он прямо называется отчет о трейдинг-кейс. Вот. И я прям покажу, я вот отдельное видео как раз, это вот на видео у нас Иван Кононов, генеральный директор SEO, основной трейдер, по сути, да, управляющий. Он показывает как раз эти биржи, это вот пробит биржа, его ордера, он рассказывает о том, какие открывались, закрывались. Вот первые, в первом видео, допустим, да, вот я такое открыл у нас, то есть можно посмотреть, вот там, допустим, отчет в апрельский. Вот в том же мартовский отчет, допустим, Иван показывал на Хобби, где у нас там больше одного биткоина на тот момент находилось, тоже в управлении, тоже показывает аккаунт, показывает, если там чуть дальше промотать сделки, ордера, то есть сколько мы там приумножились по профиту. И, допустим, вот на Бинансе тоже, в отдельном, тоже в мартовском видео Иван тоже показывает аккаунт, тоже отдельные, соответственно, активы, как он торговал, сделки, то есть это все в реальном режиме времени, вот прям показывается, Иван открывал демонстрацию и все это показывал, да, то есть это вот как раз мы это делали, вот тут даже отчеты вот эти вот ранее все можно смотреть, там, конец того года, начало этого года, там, где-то до, наверное, лета, да, мы все это активно показывали. Последний отчет, насколько я вижу, в августе был, да, этого года. Да, а вот теперь как раз мы перешли на формат какой? Теперь мы делаем отчет, как многие крупные компании делают, раз в месяц, раз в месяц, один отчет, чтобы их не плодить каждую неделю, и, соответственно, мы показываем наш пирог активов, портфель активов, которым мы управляем в процентном соотношении, где у нас какие активы, мы показываем, как мы сработали по рынку на тех или иных, да, торговых парах, но не показываем аккаунты сами, то есть мы не показываем реальные аккаунты, какие мы управляем, кто имеет к ним доступ, то есть вот эту вот ту самую коммерческую тайну, теперь мы не оглашаем и не рассказываем, сколько у нас средств в управлении, то есть теперь мы вышли на этот уровень, и, собственно, генеральным директором было принято такое решение, что мы откажемся от того, что теперь это показывают, потому что уже, ну, есть прецеденты, не у нас конкретно, но вот в похожих проектах компаний, где уже были такие проверки, да, и, соответственно, это не очень хорошо все заканчивалось, вот чтобы не бередить, да, лихо в виде вот этих проверочных всех историй, потому что, ну, я думаю, что вы все прекрасно понимаете о том, что также криптодеятельность, да, она, ну, как бы хоть и регламентирована, но не везде, не все нормально к ней относятся, и если говорить о том, что даже если ты реально ведешь свою деятельность и так далее, то в любом случае, вот мы почему, мы, у нас тоже, кстати, на сайте это написано, это тоже очень важный момент, наверное, как последнюю ремарку сегодня тоже добавлю, ну, какие-то, может, еще, да, вопросы, если будут, мы не являемся, мы не оказываем финансовых услуг, у нас на сайте прямо внизу дисклеймер такой написано, то есть нам, мы не оказываем финансовых услуг, и поэтому нам не нужна для этого финансовая деятельность, то есть мы, как интернет-магазин, по сути, продаем цифровые продукты и товары, и для этого не нужна лицензия, да, финрегуляторы и так далее, и мы, фактически, не заявляем вот ту самую доходность, да, и ту самую минимальную доходность, как гарантию, то есть у нас нет, вот, как я очень важно говорил, гарантированного дохода, то есть мы выплачиваем бонусы в случае, если у нас получилось, да, вот, грубо говоря, смог, смогла компания, да, сработать на неделе, там, в месяц заработать профит, мы платим, да, бонусы, опять же, да, это не, мы хоть называем его профит-бонус, но, по сути, это обычные бонусы, мы даже называем, это все бонусная программа, то есть эта история, как сказать, необязательна, опять же, если у компании получилось работать, компания начисляет бонусы, как я говорил, не получилось работать, компания имеет права не начислять, пользуем соглашение четко написано, то есть, чтобы все понимали о том, что это, так, секундочку, а, Иван, к нам подключился, у нас тут запись. Ну, это потом обрезать можно, если что. Да, там, адмонтировать надо будет, потому что у нас уже 27 минут, я планировал в 15 уложиться. Вот, и вот просто, чтобы вы понимали как раз, что у нас многие спрашивают, а есть ли у вас какие-то разрешительные, там, документы, да, у нас компания зарегистрирована, как юрлицов, да, практически, и там прописано, каким видом деятельности она может заниматься, вот, соответственно, вот, и на те виды деятельности, которые там прописаны, не нужна финлицензия, да, поскольку финуслуг, как таковых, не заявлено, да, на сайте. Еще раз, подожди, я вот не понял, ты говоришь, отчеты раз в месяц, то есть, допустим, последний был августовский, а сентябрьские делали, нет? Делали, да, мы его записали, нам, я еще не выкладывал, сегодня-завтра мы должны красовый уложить. Ну, я просто недопонял, ты начал говорить, что там какие-то моменты вы не можете показывать, то есть, ну, отчеты-то вы планируете делать? Отчеты мы делаем, да, но просто реальные активы, которые у нас есть, мы не будем их показывать. Ну, это, да, это уже каждая компания решает на свое усмотрение, там, что показывать, а что нет, это понятно. Ну, вы говоря, как крупной компанией, вряд ли кто-то, любой клиент любой компании, крупный, большой, получит доступ прямо вот к отчету, да, там, о том, где... Поэтому вот для безопасности мы это не показываем. Нет, даже если, например, вы будете хотя бы раз в месяц публиковать отчет, то есть, ну, главное, чтобы люди видели, что трейдинг ведется и так далее, ну, то есть, что реальная деятельность присутствует. Ну, вот как раз для этого мы первый год работали вот в таком достаточно открытом формате, чтобы люди видели, а кто новенький подключается, он всегда мог посмотреть и убедиться, что в первый год мы это все показывали, как раз, ну, как сказать, чтобы людей сформировать полное к нам отношение. Создали себе репутацию, скажем так, как прозрачные компании. Ну, в бюлграун делали первый год некой дню, да, вот, и сейчас любой, по сути, клиент, кто с нами там вот больше полугода, он это знает, понимает, ему не надо это доказывать, да, то есть, когда мне человек говорит, а убедите, а докажите, я говорю, дружище, вот отчеты, да, смотри вот более ранние, да, там все показано, я даже не буду тебя убеждать, если тебя это не убеждает, то я не буду тебя убеждать, поэтому, как бы, ну, тут каждый уже принимает сам решение, как бы, мы со своей стороны, как раз вот этот момент, который был, ну, как сказать, хотя бы частично показать прозрачность, да, и то, что мы работаем, как работаем, мы это делали, да, сейчас вот мы в формате больше отчета такого качественного, да, то есть, каких, где активы у нас есть, на чем мы заработали, но не показываем конкретно, где они лежат, да, и там, в каком количестве, то есть, вот это у нас уже ушло на второй план, просто делаем отчет для клиентов, чтобы они понимали, да, что и где у нас, как сработало за месяц. Слава, вопрос, как ты видишь трейдинг-кейс через два-три года? Хороший вопрос. Соответственно, в рамках дорожной карты мы даже не стали указывать срок, на данный момент не стали указывать срок дальше 22-го года. Объясню, почему. Мы, когда стартовали, очень сложно было понять вообще, как рынок через полгода-год будет выглядеть, да, и мы даже то, что вот сейчас уже сделали, мы этого вообще не планировали. Мы вообще планировали запускать на другом блокчейне, другие протоколы использовать, но потом пришли там тот же Binance Smart Chain и буквально быстро рынок поменялся, нам нужно было адаптироваться уже к новым реалиям, и как бы сервисы поменяли под вот эти реалии. И что очень важно, наверное, отвечая на твой вопрос, через два, ну, наверное, через два года, да, вот если брать где-то 23-й год, допустим, да, хотя бы вот не дальше, хотя бы 23-й, я вижу, что у нас есть, соответственно, вот эти сервисы, которые у нас сейчас до конца года полноценно запустятся, они максимально масштабированы, соответственно, работа у нас ведется не только офлайн, если будет ситуация, да, геополитическая позволять, но и не только онлайн, но и офлайн работа ведется, да, открыты какие-то наши, ну, условно, представительства или хотя бы партнерские офисы, да, где-то в отдельных городах, если это необходимо будет самим партнером, и, соответственно, для нас, наверное, задача – это выход больше вот на следующий год, может быть, еще через год, да, это выход на другие рынки, да, то есть мы сейчас за этот год, может быть, начало следующего – это масштабирование на рынке СНГ, да, скажем вот так, да, вот то, что русскоязычный, да, рынок близкий, а затем уже подготовка инфраструктуры для масштабирования, и у нас, по сути, вот эти DeFi направления мы изначально сейчас запускали для зарубежного рынка, да, для англоязычного рынка, ну, и для Азии, скорее всего, и мы их так и будем позиционировать, потому что там люди, ну, как сказать, к этому лояльны, они это понимают, им не надо это объяснять, то есть у нас как бы вот вопрос только масштабирования на эти рынки есть для того, чтобы создать капитализацию в компании, вот, поэтому вот планы, наверное, вот такие, да, ну, и, конечно же, еще к планам можно отнести, и SEO как раз, вот Иван Кононов об этом часто говорит в видео, что мы хотим еще участвовать на различных блокчейн-метапах, блокчейн-встречах таких вот на земле, да, и там уже можем презентоваться, да, презентоваться как компания, презентоваться как уже, скажем, такой вот экосистема, комплекс, да, сервисов, которые как раз может каждый клиент подобрать что-то свое, и мы в этом смысле как раз уже к тому моменту готовы, да, у нас будет свой бэкграунд уже определенный, определенный комьюнити, который нас поддерживает, ну, и, соответственно, те сервисы, которые у нас будут запущены, да, это платформа уже работает, это фонд, который работает, и Дексбиржа, вот как раз еще про нее немножко не договорили, но вот резюмирую, да, Дексбиржа, которая, Андрей, у нас будет запущена, вот, октябрь-ноябрь этого года, соответственно, она будет тоже достаточно инновационная, потому что это не просто Дексбиржа, в которой ты подключился через веб-энтерфейс, это приложение, которое ты скачиваешь к себе на рабочий стол, у тебя все приватные ключи от него, и ты его используешь не только как Дексбиржа, но и как некосредиальный кошелек обычный, да, который ты можешь туда импортировать, мне там Аск свой, ну, там свои держать активы, как свой личный кошелек, и плюс как Биржа, да, вот два в одном... Ты говоришь, у нас, то есть вы свою Биржу создаете? Да, мы ее уже, она сейчас находится в бета-тесте. Не то, что она прям, знаешь, как сказать, вот там через год мы запустим, она уже будет запущена, вот уже буквально в самый ближайший месяц. Скажи, пожалуйста, вот у меня тогда возник вопрос, раз у Дексбирж такое преимущество по сравнению с централизованными Биржами, твое мнение, означает ли это, что со временем централизованные Биржи вообще могут отмереть, как динозавры, и основная масса трейдеров перейдет на Дексбиржа? Ну, я тебе могу сказать, даже это не так, я так считаю, это рынок так уже голосует, то есть это видно, какие объемы ликвидности, какой вообще оборот рынка переходит из централизованных Бирж в Декс, они растут каждый месяц, причем в десятки, да, ну, иногда в разы, иногда в десятки раз, и, как сказать, за полгода капитализацию там, ну, условно, до 100 миллиардов Декс в сумме прошли за полгода столько, сколько централизованные шли несколько лет к этому, то есть скорость прироста капитала и оттока капитала огромная, поэтому как минимум значительную часть рынка они будут занимать, естественно. И вот пока еще рынок этот не насытился, пока еще там возможны хорошие проценты генерить, да, когда как раз мы говорим, что мы ликвидность им отдаем, они нам обратно дают хорошие проценты по их активам, мы можем как раз эти активы заполучить, да, и, соответственно, на этом тоже капитализацию своего компании повысить. Вот, поэтому, да, мое мнение, что отток будет, вымрут ли они окончательно, я не уверен, да, я думаю, что какой-то процент, конечно, останется. Это как вопрос о том, что уйдут ли классические банки с рынка, ну, конечно, не уйдут, они останутся, другое дело, что капитал их будет, ну, конечно, таять, да, и не будет такого тотального контроля у банков. До сих пор есть люди, которые слушают грамм-пластинки на любителя, да? Да, да, поэтому мое мнение, что да, Dex уже занял и будет дальше отъедать вот этот кусок серьезный пирог. То есть вообще есть такой мировой тренд, вот DeFi, децентрализованные финансы, да? Да, он же достаточно объемный, там же не только, по сути, Dex, да, там куча приложений децентрализованных, там, по сути, есть, ну, вот даже если их там, к сожалению, время сейчас вот не подготовил, можно было показать, там, я вот сравнил, мне было интересно, 20-й год, прям визуально картинка очень классная, когда количество сервисов, которые относятся к DeFi в 20-м году, начало года, и количество, которое сейчас, на этот момент, там раз в 10, наверное, они увеличились с точки зрения вот вообще того, что сейчас происходит. И действительно ниши еще не заполнены, еще есть много сервисов. Почему мы туда пошли еще тоже, чтобы стать частью какой-то... Да, понятно. Поймать с тренд, да. Именно так, именно так, да. Слава, вопрос, а сколько сейчас пользователей, ну, зарегистрированных и тех ребят, которые уже конкретно участвуют в финансовой, купили какие-то кейсы себе? Ну, я думаю, что регистрации, да, где-то, наверное, около полторы-две тысячи от регистраций, и это совершенно того, что мы не, как сказать, агрессивно не продвигали никак, да, то есть мы как бы... Да-да-да, там чай без агрессивности. Своим, как бы сказать, вот таким сарафанным методом, да, мы продвигали через своих же ребят. Вот. Порядка там было полутора-двух тысяч регистраций, где-то около 500 клиентов, как раз, которые пользуются нашими услугами. То есть приобрели тот или иной там кейс, доли компании или там, допустим, в фонде нашем участвуют, то есть, ну, примерно цифры вот где-то такие, то есть это где-то 30-40 процентов. У нас, кстати, вот процент активных клиентов, он достаточно высокий на данный момент, да, то есть каждый, наверное, третий-четвертый клиент, который прошел регистрацию, становится клиентом компании, по сути. Я считаю, это хороший показатель. Еще один вопрос, Слава, я думаю, это будет зрителям тоже интересно. Слава, давай смоделируем ситуацию, что вот сейчас, после вот этого нашего созвона, просто новые люди не регистрируются, не заходят, не заносят деньги. Что будет с прейтинг-кейсом? Ничего не будет в плохом точке зрения, да, в плохом смысле ничего не будет. Почему? Потому что у нас на данный момент есть достаточный резерв. Для чего? Для того, чтобы вот если единовременно люди захотят обратно компания продать свои кейсы, допустим, да, вот то, что составляет как раз торговый капитал компании, компания у них обратно выкупает эти кейсы, и, соответственно, вот она закрывает все обязательства, и у нее еще остаются средства. Вот это вот то, что может, как бы, произойти в данный момент. Поэтому наше, как бы, я поэтому всегда говорю, и на презентациях, и я, и Иван, почти все члены управления об этом говорим, что наша основная задача, помимо, там, исполнения обязательств, то есть, таких must-have необходимых вещей, еще в том, это очень важно, чтобы наш резервный фонд, он, как сказать, постоянно пополнялся и увеличивался. Вот для, как раз для таких ситуаций. Это как, знаете, в любом банке. Если в любом банке заберут средства, да, он со скаминц, грубо говоря. У нас такого не было, как раз мы над этим усиленно сейчас думаем, работаем. И во многом, поэтому как раз вот Андрей спрашивал, да, почему DEX, почему туда ушли. Во многом для этого, потому что активы там могут и должны со временем хорошо выстрелить, приумножиться, увеличить капитализацию компании настолько, чтобы наш резерв, ну, условно говорят, знаете, вместо 20-30% превратился там в 100%. То есть, как бы, те средства, которые есть в управлении, грубо говоря, они в два раза больше того, что есть по обязательствам. И ты, грубо говоря, ты можешь отдать все и торговать только на свои. И, как бы, ну, этот клиент вообще не хочет с тобой работать. Ну, к примеру. И все, да. То есть, вот, задача именно такая. Выйти такое, скажем, свободное плавание в управлении. Да, мы открыты, как бы, да, для того, чтобы средства к нам, люди, как бы, покупали наши продукты, и мы получали эти средства к торговому капиталу. Но при этом мы, как бы, вот, задача, чтобы быть автономными, да, независимыми, вот, от такой ситуации, да, чтобы наш резерв позволял легко, как бы, спать спокойно. У меня еще возник вопрос, а почему доходность, например, биткоина и эфира разная? То есть, ну, как бы, для меня это же и то, и другое криптовалюта, то есть, получается, у вас... Разные торговые пулы, Андрей. То есть, у нас есть, совершенно ровно, разные торговые пулы, и под каждый пул, соответственно, доходность своя. И плюс волатильность на каждой торговой паре, допустим, естественно, своя, естественно, поэтому, как бы, и доходность своя. Поэтому, ну, это все равно, что, как бы, просто курс сравнить, как меняется волатильность, там, того же биткоина и эфира, да, и она по-разному меняется. Соответственно, мы по-разному на них срабатываем. Понятно. Ну, в целом, наверное, можно подводить уже концовочку. Да, потому что, в принципе, на все... Ну, да, у нас 40 минут получилось. Ну, мы нарежем, я думаю, 15-17 может быть, чай попробуем там сделать. Вот так в целом нормально. Андрей, что сделаешь, концовку? Ну, было интересно, познавательно. Видишь, я узнал, чем биржа ДЭКС отличается от обычной централизованной. Вот, спасибо за подробное объяснение. Ну, и думаю, что те люди, которым именно хочется получать подтвержденный стабильный пассивный доход, ну, безусловно, думаю, есть смысл обратить внимание на трейдинг-кейс. И последний ремарк тоже добавлю, что мы себя позиционируем как один из качественных, надежных таких основательно-консервативных, инструментов для приумножения капитала. Опять же, мы не говорим о том, что ГГ не тик на все деньги, мы говорим о рисках, мы говорим о том, что даже трейдинг-кейс со всеми плюсами все равно ты воспринимай как часть капитала, который ты здесь держишь. И мы клиентов этому рассказываем. Хотя, в принципе, это нам не выгодно, но мы стараемся быть экологичными, вести бизнес, быть честными перед клиентами и говорить об этом, что формируй свой портфель, учись этому. Вот как раз на этой неделе, в четверг провожу, мы еще в этом году не проводили, про инвест-портфель, про мышление инвестора, про правила инвестора, вот про это все. В разрезе 2021 года у нас, вот я буду вести вебинар как раз, где мы поговорим, как трейдинг-кейс как раз позиционирует себя в разрезе вот как раз этих правил и правильного мышления инвестора, да, как он себя позиционирует, как он учит, что дает какую ценность для клиентов, вот с точки зрения как раз вот этих моментов. Поэтому мы этим, как сказать, это наша вот тоже некая такая миссия, в том числе, да, правильно воспитывать людей, да, с точки зрения того, чтобы они даже нас воспринимали просто как качественный инструмент, да, с учетом всех рисков, да, потому что они есть, да, и мы их никогда не отрицали, мы говорим, что они есть, мы на таком рынке рискованном работаем, но мы стараемся его, как говорится, обуздать и вот максимально риски снизить за счет, вот, как сказать, нашей стратегии более консервативной все-таки. Ну что, давайте я сейчас концовку тогда уже и закругляемся. Итак, друзья, ну что, сейчас у нас очень опасное время, поэтому, по моему мнению, сейчас надо приглядеться именно к низкодоходникам или просто криптовалюте, но в хайп-проекты сейчас крайне опасно лезть, поэтому рекомендую именно вот обратить внимание на низкодоходнике. Большое спасибо Вячеславу Курбатову, представителю трейдинг-кейс, он ответил на все наши вопросы, было приятно пообщаться. Мы узнали по стратегии, то есть, как работают деньги, мы узнали о том, что сейчас еще дополнительно внедрили дэкс-биржи. Также мы узнали о том, что есть определенный запас, стабилизационный такой фон, то есть, на случай каких-то форс-мажоров, то есть, это очень хорошо. Ну и не забывайте, что партнерская программа здесь идет именно доход от дохода, а нет, к примеру, партнер у вас сделал депозит тысячу долларов, и вам сразу с него 100 баксов прилетело. У нас только неделя прошла, и только в этом случае мы что-то выплачиваем. Идет доход от дохода. Я считаю, что это самое честное партнер. Поэтому, Слав, большое спасибо. Да, Андрей, также большое спасибо. Да, спасибо тебе, Андрей, тоже. Да, да, спасибо, ребята. За интересную тему. До свидания. Всего всем счастлива, хорошего дня. Global Star Club. Возможности безграничны.